Новые специалисты исследования и услуги. Уходящий год для детской поликлиники Одинцовской областной больницы был насыщенным о переменах в медучреждении. Мы сегодня и поговорим с заведующей Викторией Андреевой. Здравствуйте, вы смотрите «Формулу здоровья». Меня зовут Евгения Августина. Здравствуйте, Виктория Андреевна. Здравствуйте. Детская поликлиника Одинцовской областной больницы стала участницей проекта «Перезагрузка». Расскажите, пожалуйста, как эти перемены почувствуют у пациента, посетители? Проект «Перезагрузка» начался с начала этого года, и это почувствовали и пациенты, и сотрудники тоже. Что немаловажно. Немаловажно, да. То есть у нас есть много критериев, по которым мы должны соответствовать всем нормам госучреждения Московской области. Критерии, в которые входит комфорт как для сотрудников, так и для пациентов. Ну, самое главное, конечно, мы стараемся для наших маленьких пациентов. Появились зоны комфортного ожидания, вот насколько я понимаю. Это в рамках того же проекта? Да, в рамках программы проекта «Перезагрузка» появилась зона комфортного ожидания. Вернее, она у нас была, но мы ее более… Стало еще комфортнее. Да, стало еще комфортнее, особенно детишкам. То есть у нас две зоны. Одна на первом этаже, вторая на втором этаже. На первом этаже более она рассчитана на родителей пациентов. То есть они там могут попить чаечку, кофеечку, пока пациенты маленькие ожидают врача. А на втором этаже это более уже зона для детишек. То есть пока они ждут врача, они могут побегать, попрыгать, посмотреть мультики, а также поиграть в игрушки. А как, чем комфортнее стало работать медиком? Потому что на самом деле это тоже важная нагрузка на них большая. И отдохнувший доктор – это максимально сконцентрированный на своей работе доктор. Самое главное, чем мы можем похвастаться, это то, что мы в этом году усовершенствовали комнату отдыха для персонала. То есть туда закуплен и холодильник, и диванчик. Сделано очень комфортное такое место. Также мы уже по собственной инициативе организовали там стенд, где мы размещаем различные фотографии, наши грамоты, достижения. И так далее. Сотрудникам просто любо-дорого смотреть. И есть к чему стремиться всегда. Стимул такой для дальнейшего развития. Конечно. Насколько я знаю, стало больше и узких специалистов. Какие специалисты появились в детской поликлинике? Да, у нас появился долгожданный кардиолог. Мы очень долго ждали кардиолога и появился в этом году. Также у нас появился еще один травматолог. У нас появился лор-врач. И ожидаем еще специалистов. Штаб педиатров тоже пополнился, насколько я знаю. Да, у нас появляются новые специалисты. И в рамках проекта «Перезагрузка» появилась, расширилась, вернее, неотложная помощь. То есть она стала уже с 8 утра до 8 вечера оказываться детям. Соответственно, туда педиатры у нас пошли. А также неотложная помощь – это по вызовам на дом. Давайте остановимся на неотложной помощи. Работает кабинет неотложной помощи. С чем туда можно обратиться? И разделены ли потоки? Я так понимаю, туда все-таки идут с какими-то симптомами, а здоровые дети пострадают ли? Да, потоки мы разделили тоже в рамках проекта «Перезагрузки». Мы все это продумали, сделали удобную маршрутизацию для пациентов. Это все указано указателями, то есть родители не запутаются. Если они приходят с ребенком в поликлинику, у которого есть температура, катаральные явления, то они заходят с торца здания в отдельный вход и попадают на прием к педиатру неотложной помощи. С проблемами хроническими принимает участковый врач-педиатр. Ну а также плановую помощь тоже оказывает участковый врач-педиатр. Если ребенок уже поправился и приходит полностью здоровый, то он может обратиться в кабинет «Справка в один шаг». Там смотрим только здоровых детей. Ну, вход общий. Справка в один шаг, да? Вот какие справки можно получить? Насколько востребован этот кабинет? Очень востребован этот кабинет, особенно по пятницам, когда в основном детишки у нас выздоравливают. Тоже так же работает в две смены, с утра, с восьми утра до восьми вечера. Там можно получить справку по выздоровлению, можно получить маме закрыть больничный лист, если ребенок уже выздоровел. Ну а также ряд других справок. То есть это справка в бассейн, направление на различные анализы, справка для занятий физкультурой ребенку, ну и множество-множество других. То есть в этот кабинет приходят родители со здоровыми детьми. Кабинет медико-социальной помощи. Что это такое? Кабинет медико-социальной помощи также у нас организован в рамках проекта поликлиника «Перезагрузка». Там у нас работает педиатр, который более подробно и досконально занимается с детьми-инвалидами, а также социально неблагополучной группой населения. То есть у этого педиатра есть возможность записать к узким специалистам, записать на различные исследования. Ну а также вы знаете, что процедура оформления инвалидности порой доставляла родителям какие-то достаточно серьезные проблемы. Сейчас этим занимается один врач, и этот врач маршрутизирует пациента, и проблем с этим практически нет. То есть те же услуги получить теперь стало определенным категориям? Гораздо легче. То есть если раньше они приходили несколько раз в поликлинику, то этот раз мы обходимся буквально один-два, максимум три приема. Это уже учитывая то, что они сдают анализы и проходят медобследование. А порой, если родители уже выписались со стационара, то достаточно одного приема данного врача. В Московской области очень активные взрослые дети проходят диспансеризацию. Как работает эта система в детской поликлинике? Востребованная услуга? Очень-очень востребованная услуга. Мы стараемся всех детей, которые прикреплены к детской поликлинике, охватить диспансеризацией. То есть по 514 приказу каждый ребенок ежегодно до 18 лет должен пройти диспансерный осмотр. И в каждом возрасте это определенные специалисты. Мы проводим диспансерный осмотр как в условиях поликлиники, то есть это маленькие детишки или неорганизованные дети, которые не ходят в детский коллектив, еще потому что им рано и родители не хотят водить детишек в детский сад. Это в условиях поликлиники. И также у нас осуществляют в дошкольные и школьные учреждения выезд специалисты, где тоже массово осматривают детей. Назначаем им анализы. Соответственно, анализы также дети сдают, проходят УЗИ-диагностику. Стараемся охватить вообще всех-всех детишек. Малыши, понятно, они проходят обследование, да, мамы очень волнуются, переживают, положены чаще, чем раз в год. А вот тех, кто постарше, особенно подростков, насколько сложно завлечь на диспансеризацию? Или родители все-таки приводят, обследуют? Да, подросточки – это особая у нас категория граждан. Стараемся их на самом деле охватить как можно больше в школах. И не зря мы это делаем, не зря мы это делаем, потому что очень часто мы у подростков обнаруживаем патологию, с которой им в дальнейшем нужно, допустим, оперироваться или наблюдаться у узких специалистов. Поэтому в основном в школах мы их отлавливаем и стараемся уже работать командно врачами. Поймали подростка, обследуем его по полной программе. Но и также на прием порой бывает приходят к педиатру ребенок, допустим, по каким-то проблемам. Последнее время стали даже практиковать, и своим врачам в справке в один шаг сказали, если подросток у вас на приеме, обязательно сразу же на диспансеризацию. А как попасть на диспансеризацию? Записаться через госуслуги? Записываем мы сейчас сами пока что детей, потому что у нас есть определенные дни, когда проводится эта диспансеризация. Участковая медсестра прозванивает пациентам, законным представителям пациентов, и приглашает в наиболее удобные для них дни. Ну и в школе у нас также есть план-график. Там заранее предупреждаются они классными руководителями, раздаются согласия для родителей, и приходят специалисты уже непосредственно в школу. Ну так как подростки любят, чтобы занятий у них поменьше было, они с удовольствием идут на диспансеризацию вместо занятий. Вообще один плюс. И здоровье проверил, и какие-то уроки пропустил. Не говорите. Мы с вами поговорили про справку в один шаг. Ну вообще очень много документов можно электронно оформить. Какие услуги в онлайн-формате можно получить? В основном сейчас мы переходим практически полностью на электронный документ оборот. Я так подозреваю, что скоро уже даже карты медицинские, скорее всего, будут отменены. Все записи мы делаем в электронной медицинской карте, а также родители имеют возможность заказать те же самые справки онлайн. То есть, допустим, справка о контактах нужна перед выездом в лагерь. Мамочка заказывает через госуслуги, соответственно, педиатр их отрабатывает в течение ближайших дня или двух дней. Справка для отъезжающих в лагерь тоже они могут получить. И все больше и больше справок, которые может получить мама по госуслугам. То есть все больше и больше обновляется этот список. Пациентам, понятно, удобно. Можно оформить какие-то документы, не выходя из дома. А насколько медикам нагрузка стала больше или тоже удобнее, потому что очередей меньше всего онлайн? Порой бывают некоторые справки, конечно, удобнее. То есть справка о контактах, о принадлежности ребенка к физической группе для занятий физкультурой. Это удобно, потому что врач, педиатр, участковый, он знает своего ребенка. Он может быстренько пробежаться по записям и дать данный вид справок. Но иногда бывают и проблемы. То есть, допустим, не хватает определенных прививок для справки отъезжающего в лагерь. Или не хватает еще каких-то сведений. Тогда педиатру приходится все-таки прозванивать родителям. Уточнять эти сведения или приглашать на необходимые обследования и прививки, если там чуть-чуть запущена тема. Специалисты новые в поликлинике появились. Есть ли сейчас вакансии? Потому что вдруг нас смотрят доктора и захотят прийти в детскую поликлинику. Конечно. Мы бы очень хотели, чтобы к нам пришел врач-ревматолог, травматолога. Мы бы еще приняли лор-врачи. Хотелось бы, конечно, побольше. То есть это облегчило бы работу уже имеющимся узким специалистам, а также педиатрам. Ну и, конечно, мы ждем педиатров. Педиатры нам нужны, и мы им рады. Молодежь работает, мы рады и молодым врачам, и с опытом работы. Спасибо большое, Виктория Андреевна, что пришли к нам сегодня в студии, ответили на вопросы. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Будьте здоровы и до новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова